Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я буду готовить капусту. Я ее уже давно не жарю в масле, а запекаю в духовке. И сегодня я покажу как я это буду делать. У меня вот такие две небольшие головки цветной капусты. Вы помойте, разберите на крупные соцветия, довольно-таки крупные, насколько можно. Сильно большие не получится, но где-то вот грецкий орех. У меня она довольно-таки плотная, я ее помыла. Внутри я вижу, что она чистая. Больше мыть не буду. Обсушите. Затем нам понадобится соль, панировочные сухари, немного муки, оливковое масло, 3 яйца, пару зубчиков чеснока. И специи я добавлю сухой базилик и сухую петрушку. Ну все, теперь я поставила уже на газ закипать воду. Разберу на соцветие капусту и буквально в соленой подсоленной воде обварю ее буквально там минут 5-7 от силы. И сразу солью через друшлаг, чтобы она не переварилась. Я разобрала капусту на соцветие, у меня вода закипела, я ее подсолила и высыпаю туда всю свою капусту. И как я говорила, варим ее 5-7 минут и потом сразу же сливаем. Я выдавила чеснок в панировочные сухари. За это время у меня прошло 7 минут. Я сливаю капусту, друшлаг. Сейчас она остыкается. И займемся сейчас дальше приготовлением нашей смеси. Перемешиваем чеснок вместе с сухарями, с зеленью. Сейчас мы будем смотреть, может быть нам придется добавить сухарей. Надо рассчитать так, чтобы нам хватило бы обвалять всю нашу капусту. Я думаю, может быть этого и хватит, может быть чуть-чуть добавлю. Так, и вливаем туда, в эти сухари, пока в ложек 5 оливкового масла. Если вы возьмете с запахом, будет очень отлично, будет очень вкусно. Я взяла 5 ложечек масла, перемешиваю сухари вместе с маслом. И сейчас буду смотреть, если очень-очень мокрая получилась такая смесь, можно будет добавить чуть-чуть сухарей, потому что нам надо, чтобы эти сухари держались на нашей капусте. В принципе, она вполне получилась достаточно нормальная, рассыпчатая. Хорошенечко перемешайте, чтобы чеснок распределился бы. Сейчас немножечко наша капуста должна чуть-чуть отстыть, потому что нам будет сложно работать с очень горячей. Пока капуста отстывает, приготовьте, пожалуйста, противень. Застелите противень пергаментной бумагой и поставьте в духовку разогреваться на температуру 180 градусов. У меня капуста немножко отстыла, она стеклась. Немножко обсохла уже, чтобы не было полишней влаги. И теперь берем соцветия капусты, обваливаем в муке. В муке обваливаем для того, чтобы потом лучше у нас прилипло наше яйцо. Кладем в яйцо, обваливаем в яйцо. И перекладываем в сухари и обваливаем сухарями. Вот такая капуста у нас получается. И перекладываем на противень, который мы застелили пергаментной бумагой. И так делаем со всей капустой. И потом я покажу вам результат. Вот так я обваляла панировки капусту и выложила на противень. Еще раз напомню порядок. Сначала в муке, потом в яйце, потом в панировочных сухарях. И ставим в духовку, как я говорила, в разогретую духовку на 200 градусов на минут 15, пока они не подрумянятся. У меня прошло 15 минут, вот так они у меня уже поджарились, но они очень светленькие. Я хочу немножко поджарить их побольше и подержу еще минут 10. У меня прошло еще минут 10. Я достала капусту из духовки и сейчас перекладываю ее на блюдо. Ну и сейчас выложу и покажу вам, что у меня получилось. Вот такая цветная капустка у нас получилась. Она в очень нежном, таком, чесночном, как бы, панировке. Это как поджаренные сухарики. Очень вкусно такую капусту подавать и как гарнир любым блюдом, или из рыбы, или из мяса. А также она будет очень вкусна и в холодном виде, как закуска. Ее можно подавать с любым соусом, какой вам нравится. Мне очень нравится чесночный соус на основе майонеза и сметаны. Я его делаю, смешиваю сметану с майонезом один к одному и добавляю туда чеснок. Кому-то, может быть, понравится с кетчупом или с какими-то другими соусами, типа доритос соус или любой соус на ваш вкус. Ну, вот такое блюдо получилось. Очень быстрое. Готовится оно практически моментально. Не очень жирное, не очень такое калорийное. Я считаю, что красивое и довольно-таки аппетитное. Все. На сегодня до свидания и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь со своими друзьями. До свидания.